Лихо Ся Янь справился с двумя старейшинами клана Хун на уровне Императора. Всего за пару ударов они уже валялись на земле. Не менее удивляет способность Ся Яня управлять пространственной силой, что доступно лишь с класса предка. Во время небольшого спарринга со старейшиной клана Хань, Ся Янь довольно умело создал пространственный разлом и прошёл через него. Пока что Ся Янь на седьмой звезде Императора. Так откуда у него такая способность? Вероятно, пространственная сила осталась в нём после разрушения пространственного тоннеля. Но по какой-то причине она не развеялась, а слилась с Доу Цзи Ся Яня. И это и правда, можно считать чудом. В клане Хань, Ся Янь сам предложил выступить против Хун Ченю. И таким образом защитить сестёр Хан Сюэ и Хан Юэ. В аниме почему-то его хотят показать с чуть лучшей стороны. Например, в оригинале им пришлось немножко поупрашивать Ся Янь. Он сначала не согласился, так как не хотел иметь проблем с Павильоном Ветра и Молнии. Ведь Хун Чен стал учеником внутреннего отдела их северного филиала. Павильон Ветра и Молнии – крайне могущественная сила. Один из четырёх великих павильонов центральных равни. Зачем Ся Яню? В самом начале такие враги. Но потом сестрички уговорили Ся Яня. И он просто не мог отказаться. Впереди нас ждёт очень интересное сражение Ся Яня и Хун Ченю. Они оба находятся примерно на одном уровне – Император Семи Звёзд. Тот Хун Чен и правда похож на Ся Яня. В своём поколении он считается гением. Но всё же он старше Ся Яня на 5-6 лет. Поэтому до Ся Яня ему ещё ой как далеко. Всё дело в том, что он взращивался Павильоном Ветра и Молнии. Вероятно, на него потратили немало ресурсов, чтобы он мог достичь подобного уровня. Ся Янь же практически всего добился сам, без поддержки могущественного клана или фракции. Ся Янь был довольно спокоен и уверен. При его нынешних боевых способностях в классе Императора вряд ли найдётся человек, способный одолеть его. Уже более 10 экспертов на пике Императора погибло от его руки. Даже имена предков имеются в его списке, не говоря уже об этом Хун Чене. Но перед боем Ся Янь решил вызвать Хань Фена. Тот уже довольно долго находится в Кольце, под действием Пламени Падшего Сердца. Ся Янь задал тот же вопрос, что и раньше. Где Дворец Душ держит Учителя Яо Ченя? Стоит сказать, что на этот раз Хань Фен был более сговорчив и рассказал полезную информацию. Учителя держат в месте, которое охраняют не только протекторы на уровне предка, но и почтенные воины Дворца Душ. Спустя 3 дня на площади Небесного Камня, в самом центре города Тяньбэй, Началась ожесточенная битва двух молодых практиков. Многие пришли поглазеть на это сражение. На особых местах сидели главы двух кланов, Хун и Хань. Все-таки эта битва решала дальнейшую судьбу их кланов. Хун Чен практиковал мета Ци Элемента Молнии, известную за свой наступающий потенциал. Но, как всегда, он недооценил своего противника. Ся Янь шокировал своими атаками и скоростью. Стоит сказать, что молниеносные движения Хун Ченя очень похожи на таковую технику Ся Янь, что он заполучил в регионе Черного Края. Кстати, из-за этой техники у Ся Яня и возникнут серьезные проблемы с павильоном Ветра и Молнии. В ходе битвы Хун Чень, уже осознавший силу Ся Яня, прибегнул к секретной технике павильона Ветра и Молнии. Под названием Нисхождение Божества Молнии. Его тело окутало слом из молний, и они разлетелись в стороны. Аура Хун Ченя резко возросла, практически достигнув уровня Императора Девяти Звезд. Он сжал руку, в которой возник Черный Молот. По поверхности молота также струилась молния. Данный молот являлся сокровищем павильона Ветра и Молнии. Имя ему – Могучий Молот Грома. Если человек, практикующий метаций элемента Молнии, воспользуется им, то значительно усилится. Как Ся Янь справится с такой атакой? Да легко. Он улыбнулся, а потом сжал руку, и в ней возник тяжелый Черный Меч. Ся Янь вонзил клинок в землю таким образом, что тот начал напоминать некое подобие Щита. С его тяжестью даже Могучий Молот Грома не шел ни в какое сравнение, и он оказался заблокирован мечом. Внезапно изнутри вырвалось нефритовое пламя. Под влиянием пламени Сила Молнии словно бы встретила своего заклятого врага и превратилась в пар от высокой температуры. Это же Небесное Пламя. Раз трюки Хунчэня закончились, Ся Янь теперь покажет свои. Метаморфоза Пламени. Аура Ся Яня начала расти на глазах. В этот момент он уже обладал силой истинного императора в высшей ступени. Ему недоставало единственного шага, чтобы вступить в класс предка. И в этот момент Ся Янь впервые ощутил тот самый барьер, что отделяло его от следующего класса. Как будто плотная пленка. Она ощущалась так, словно бы и не существовала вовсе. Однако, несмотря на рост его силы, Ся Янь испытывал трудности в ее прикосновении. И речи не шло о прорыве. Ся Янь с таким усилением полностью разгромил Хунчэня, не оставив ни малейшего шанса. Поэтому тот использовал последний козырь. Секретную технику крови, павильона ветра и молнии. Молот грома уничтожения. Пространство исказилось от атаки. Полосы черных пространственных трещин даже стали смутно видны. Мощь просто ужасающая. Столкнувшись со стремительной атакой, Ся Янь испытал удивление. Серебряный свет возник у него под ногами. Парень со вспышкой исчез с места. Оставил после себя несколько остаточных изображений, с легкостью уклоняясь от атаки. Однако, уклонившись от атаки, на его лице возникла задумчивость. Он вдруг остановился и в сердце громыхали следующие мысли. Дело плохо. В момент остановки Ся Яня, старик Лана Хун крайне удивился. Он приподнялся от шока. Передвижение трёх тысяч молний? О нет! Ся Янь использовал технику павильона ветра и молний. И её узнали люди Клана Хун. Техника трёх тысяч молниеносных шагов имела особое значение для павильона ветра и молний. Мало того, что это была одна из их лучших техник скорости, но также освоив её до самого высокого уровня, можно было получить доступ до самого охраняемого навыка павильона. И вот, её использовал какой-то чужак. Ся Янь реально влип, потому что показал эту технику в этой битве. Что же будет дальше? Рассмотрим в следующих видео. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, что же предпримет Ся Янь, раскрыв эту технику. Подписывайтесь на канал и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok